Это одна из первых крупных партий новеньких компьютеров, которые выдадут школьникам во временное пользование. С введением дистанционки в Министерстве образования столкнулись с проблемой. Некоторые школьники не были обеспечены необходимой для учебы техникой. В Шемкенте без компьютеров оказались 80 тысяч детей. Мы частично уже решили проблему с обеспечением компьютерами. 30 тысяч детей, а это порядка 20 тысяч семей, получили компьютеры, которые были у нас в распоряжении в школах города. Но в технике еще нуждаются 50 тысяч детей. Сегодня вот поступила первая партия новых компьютеров. Завтра будет еще одна. До 20 сентября мы планируем получить все компьютеры, в которых нуждаются наши дети. А дальше компьютеры в полной комплектации с процессором, монитором, клавиатурой, наушниками, мышкой и веб-камерой раздадут нуждающимся семьям. Вот только, говорят специалисты, раздать их не самое тяжелое. Куда сложнее объяснить родителям, что компьютеры придется вернуть в целости и сохранности. Для этого каждой единице техники присвоят свой идентификационный номер. Каждый компьютер будет номероваться, будет проставляться инвентарный номер соответствующий. И в рамках программы НОБД эти компьютеры будут по мере необходимости нуждающимся детям в соответствии с утвержденными правилами управления раздаваться детям. Каждый компьютер это государственная собственность и соответственно эти компьютеры предоставляются для временного пользования. Это гражданский правовой порядок, который предусматривается соответствующим законодательством, где будут в соответствии с требованиями гражданского кодекса приниматься меры по возврату этого имущества. Первые тревожные звоночки за сохранность государственного имущества прозвенели в Алматы. Там родители, получившие в распоряжение компьютеры для детей, решили выставить их на продажу. На сайтах объявлений появилось несколько подобных публикаций. В школах, где выдают компьютеры для дистанционки, уверяют – не то, что процессор с монитором, но даже каждая компьютерная мышь у них под запись. В единой базе записывают данные родителя вплоть до его ин. У нас есть база, куда мы вносим каждого родителя. Списки формируются по классам, то есть можно увидеть, в каком классе, скольким детям дали компьютеры. Сейчас вот к нам пришла первая партия, мы ее постепенно будем выдавать нуждающимся школьникам. Перед тем, как выдать, мы проверяем, действительно ли семья нуждающаяся. Полный комплект электроники для школьника максимально обошелся государству в 155 тысяч тенге. Жители города предупреждают – приобретать компьютеры с рук теперь нужно с осторожностью и обращать внимание, нет ли на них идентификационных номеров. В случае, если купленная техника окажется государственной, ее в обязательном порядке изымут. Анастасия Новикова, Монтай Огельбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».